Дорогие друзья, всем привет! Сегодня будем готовить капкейки с самым новогодним вкусом – мандариновые. Первым делом нужно приготовить мандариновый курт, которым мы будем наполнять капкейки. В чашу кладем 2 желтка от яиц первой категории и добавляем 85 г мандаринового сока. Для сока нужно очистить пару-тройку средних мандаринок от кожуры, измельчить в блендере и процедить через сито. Также добавляем 20 г сахара и 5 г кукурузного крахмала. И все хорошо размешиваем венчиком до однородности. Весь крахмал должен раствориться. Также добавьте 2 чайные ложки мандариновой цедры, натертой на очень мелкой терке. Я капкейки готовила для маленьких деток, поэтому цедру не добавляла. Но поскольку именно цедра дает яркий аромат, обязательно ее добавьте. Цедру нужно снимать только тоненькую оранжевую, без белой части под ней, иначе будет горечь. Ставим чашу на водяную баню на огонь чуть ниже среднего, так, чтобы дно чаши не касалось воды. И при постоянном помешивании варим курт до загустения, чтобы консистенция была как у густого сгущенного молока. Снимаем чашу с бани, кладем в горячий курт 20 г сливочного масла и хорошо размешиваем. А затем накрываем пищевой пленкой в контакт, остужаем до комнатной температуры и убираем в холодильник на 2-3 часа для стабилизации. Пока мандариновый курт охлаждается, приготовим бисквитную основу. Несколько мандаринов очищаем от кожуры, а каждую дольку нужно очистить от белой пленки, чтобы осталась только мякоть. Всего нужно 100 г такой мякоти и ее необходимо хорошо измельчить блендером. Далее 70 г сливочного масла комнатной температуры и 80 г сахара нужно или перемешать миксером на небольшой скорости, или просто растереть вилкой или венчиком. Затем по одному добавляем 2 яйца первой категории и после каждого хорошо смешиваем до однородности, опять же миксером или венчиком. Следующий добавляем мякоть, которую мы измельчили и 35 г сметаны комнатной температуры и жирностью 15%. На этом же этапе добавьте в тесто 1 столовую ложку мандариновой цедры и снова все перемешайте. Отдельно смешиваем 125 г муки и 8 г разрыхлителя. Просеиваем сухие ингредиенты к жидким, все хорошо смешиваем до однородности и раскладываем по формам. Формы заполняем на 2 трети. Всего получается 9 невысоких капкейков в плотных бумажных формах, или можно сделать 8 чуть повыше, при остывании они немного оседают. Выпекаем при температуре 160 градусов примерно 25-30 минут до румяного цвета в режиме верх-низ без конвекции. Капкейки остужаем на решетке до комнатной температуры, а затем с помощью любой кондитерской насадки проделываем отверстие до серединки бисквитной основы. Отверстие заполняем охлажденным мандариновым курдом. Теперь перейдем к крему. Кладем в чашу 400 г холодного творожного сыра и на низкой скорости миксера размягчаем его. В 3-4 приема добавляем к сыру 150 г измельченной блендером мякоти мандаринов. На этом же этапе добавьте 1 столовую ложку цедры, можете заранее смешать ее с мякотью. После каждого добавления мандариновой мякоти смешиваем массу до однородности, все так же на маленькой скорости миксера. Следующими добавляем холодные сливки жирностью 33-35%, сливок 80 г и 80-90 г сахарной пудры. Скорость миксера увеличиваем до средней и взбиваем крем до устойчивости. Занимает это 2-3 минутки. Следите за консистенцией. Как только увидите, что крем хорошо держит форму, прекращайте взбивание. Перекладываем крем в кондитерский мешок с фигурной насадкой и отсаживаем его на капкейки. Из-за этого количества ингредиентов кремовая шапочка получается довольно объемной. Капкейки можно украсить и сразу подавать или немного охладить в холодильнике минут 30-40. Что же у нас получается в итоге? Нежные мини-тортики с мандариновым вкусом и ароматом. Если вдруг просто мандарины уже успели вам надоесть, то обязательно пробуйте мандариновую выпечку. Это действительно очень вкусно и как нельзя кстати подходит для новогодних праздников. Желаю вам хорошего настроения и удачи на кухне. У вас обязательно все получится. Пока!